Традиционный всероссийский фестиваль-конкурс «Салют Победа» в этом году проходит в новом формате. Это вызвано временными ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На этот раз, чтобы принять участие в конкурсе, конкурсантам нужно было снять на камеру исполнение песен военных лет, сфотографировать свои рисунки и прислать работы членам жюри по интернету. В итоге в финале оказались жители Калязинского района Тверской области. Все творческие работы, присланные на фестиваль-конкурс, посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта тема дала широкие возможности проявить свой талант жителям нашей страны. Как говорят организаторы фестиваля, одни из самых активных участников проживают в Калязинском районе Тверской области. Взрослые дети подготовили самобытные театрализованные номера, прислали фотографии поделок и рисунков военной тематики. И с честью выдержали все отборочные этапы конкурса. В своих работах конкурсанты размышляют о судьбе человека в годы Великой Отечественной войны. Рассказывают о жизни и подвиге участников военных действий, о тружениках тыла и узниках фашистских лагерей. Человеческая жизнь – высшая ценность, и новые поколения должны сделать все возможное, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Уверены организаторы и участники фестиваля конкурса «Салют Победы». В чужом краю в цветущий день весенний, готовы птицы в дальний перелет. Та девушка с букетиком сиреней и с дочкой на руках солдата ждет. Ведь лед судьбы порою слишком тонок и обрывает на излете нашу жизнь. Не перечесть всех любящих девчонок, что с той войны парней не дождались. Как было много тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с собою. В свой край неведомая война. Они сражались беззаветно. Патрон последний берегли. Их имена приносят ветром. Печальным ветром той войны. Работы победителей конкурса теперь разместят в социальных сетях. А когда будут сняты все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, награждение финалистов состоится в торжественной обстановке в местном Доме культуры. Отметим, что в эти дни в Калязине проходит еще ряд мероприятий, посвященных юбилею Победы. И тоже в дистанционном формате. Например, в районной библиотеке имени Макарова организовали демонстрацию видеороликов ко Дню Победы. Дети читают дети. Проводят цикл виртуальных книжных выставок «Имена события в истории России». В детской школе искусств запланирован онлайн-концерт выпускников учебного заведения. Волонтеры Победы из Калязина успешно проводят интернет-эстафету, приуроченную к акции «Георгиевская ленточка». Калязинская общественность делает все возможное для того, чтобы, несмотря ни на какие обстоятельства, ветераны войны чувствовали заботу о них и знали, что их подвиг не забыт. Продолжение следует...